Вернулась. Бельчонок, приветствую тебя, солнце мое. Продолжает делать запись. Мы кидаем теперь приглашение Белле. Посмотрим, она его отвергнет или нет. Поднимись, Белочка. Один на один с Наной поговори. Белла не... Интересненько получается. Тебе я не враг? Я за эти два года стал ведущим на самом передовом канале Азербайджана на CBC. Получил авторскую передачу. Я за эти два года по распоряжению президента Азербайджана поехал в город Шуша по его личному распоряжению со своей невестой, где первым азербайджанцем, который сделал предложение за 28 лет, руки и сердца, стал я. Я по распоряжению президента Азербайджанской республики вместе с фондом Гейдара Лива поехал в Дубай представлять на 2020 Экспо Азербайджан. Я, кстати, кроме этого, получил государственный орден от министра обороны и промышленности Азербайджана. За два с половиной года ты чего добилась? Можешь написать? Я не напишу, а скажу. Смешно, конечно. Телевидение самое фуфловое. Дубай отправил Гейдара Лив посмотреть на армянской выставке новые наши задумки. Это неудивительно. Вы всегда любили красть наши идеи. Ты же там был именно на армянской выставке. Это видео мне до сих пор вспоминается. За телевидением я не гоняюсь. Меня в Армении приглашали. Все об этом знают. Я не пошла. Я не камран. Славы не ищем, да? Слава вот здесь должна быть. В жизни я добилась много чего. Семья, дети, работа. Человеческая жизнь, а не твариная, как у тебя. Без скала, без двора в жизни ничего не смог так и добиться. А что я еще сумею сделать? Чуть-чуть подожди, увидишь. И тогда медаль эту засунешь в одно место. Все, что добилась Белла за все это годы, годы, Кемран, по сравнению с тобой, она поехала в Ханкианди и пекла торт миротворцам, чтобы они хорошо охраняли. А их мужья понтовались в интернете. Да, Белла? Хорошо торт пекла? Еще какие досуги им предлагала? Ой, Муслим, ты что-то попутал. Я когда в Степанакерт поехала, в ваши азербайджанки, в том числе твоя мама, там в очереди стояла за досугами. Я не знаю, что они там предлагали, но очень слезно умоляли, чтобы им за это баночку тушенки дали. Ах, вот почему вы все время говорите тушенка, тушенка. Я до сих пор не понимала, почему вы об этом постоянно кричите. О, молодцы, признали все-таки, да, что я ее сняла. Вот так вот, не отдам. Еще я не говорю о том, что мой пасынок, кстати, получил, мальчик, который я воспитал, да, с 2015 года, получил медали за освобождение азербайджанского района Ахдамского, и не только. Это тот наркоман, что ли? Вы же его не могли никак откачать от наркоты. У вас таких в армию забирают? Медаль картофельную получил, что ли? Не смеши, Кемран. Как гены кинутся. А здесь, как мыши, как крысы сидите, сука, а. Конечно. Ну вот кто вы после этого? Никто, крысы. Вы правильно сказали, что они крысы? Она сидит дома и ничего не сможет ее удалить, блокировать. Как гены кинутся, да? А даже один на один не может. Это беллашка-меллашка. Муслим, как закончишь, разбудите меня. А то на сон потянуло, как я его слышу. Спать хочется. Когда я твое видео вижу, мне потом так страшно стало. Правильно, Нана. Бойся меня. Надо иметь еще какие-то достижения. Вообще на твои эфиры не захожу, твои видео не смотрю, нигде вообще не присутствую. А ты сидишь... С левых аватарок сидишь. С левых. Раньше хоть смелости имел, со своей заходил. А сейчас только со слевых записи делаешь. Недавнешнее видео на твоей странице. Не с моего ли эфира было? Типа, если бы ты такая гроза народу была бы, вы бы войну выиграли. Типа, хочешь сказать, что мы тебя боимся? Фальшивые блогеры с фальшивой победой. Поверили в себя? Не было победы. Успокойтесь. У Камрана на горбу, как блоха сидишь. Как на собаках блохи живут. Ты Камрана блоха. Ой, ты тоже, да, поняла, что он с собакой? Недавно же я про это видео делала. Короче, мой вам совет. Угомонитесь, успокойтесь. До нашего уровня вам очень-очень далеко. Недорастете никогда в жизни. А таких вот потаску, Камран, возле себя ты как-то собираешь. Ты позоришь свою азербайджанскую нацию. Хотя какой ты азербайджанец? Ты же специально сослан, чтобы позорить азербайджанцев. Правильно я угадала? Продолжай свою работу. У тебя хорошо получается. Кстати, на эфирах не скучай. Армян мало стало к тебе ходить. Я понимаю, без них никак. Терпи как-нибудь. Скоро их вообще не будет.